В эфире телекомпании Круг новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналист информационной службы Илья Катина Филиппова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске вы увидите. Всеукраинская профсоюзная Веча выступила против нарушения конституционных прав трудящихся в новом трудовом законодательстве. В Одессе снова травят собак. Живодеры добрались до домашних животных. В одесском зоопарке родились ягнята, а теплолюбивые животные не спят. Стать мэром и депутатом местного уровня теперь могут только самые богатые. Новое избирательное законодательство увеличило залоговые суммы почти в 40 раз. Это означает дальнейшую олигархизацию власти, в том числе и Одесской. По расчетам проекта «Честно», сделанным для всех областей и городов, согласно новому закону, кандидат на пост Одесского городского головы должен внести залог в 1 304 000 гривен. На прошлых выборах 2015 года было всего 35 000. Такую же сумму придется внести партийным организациям за место в избирателям бюллетеня городского совета. На выборах в областной совет с партии потребуют залог в 3 320 000. Залоговые суммы кандидатов в мэры возвращаются только в том случае, если кандидат выигрывает выборы или выходит во второй тур. Залог также возвращается партиям, которые преодолевают избирательный барьер. Залоговые деньги проигравших кандидатов и партий перечисляются в государственный бюджет. Изменения в законе объясняются попыткой отсечь от политики случайных и непопулярных кандидатов, которые не смогут собрать необходимые деньги. Фактически, новый порядок создает условия для закрепления у власти представителей бизнес-кланов. В Одессе неизвестные разбрасывают отраву для собак. И если раньше нелюди травили бездомных дворняжек, то теперь добрались и до домашних животных, травя их крысиным ядом, от которого собаки умирают мучительной смертью. Несколько месяцев назад на 8-й станции фонтана от рук живодеров пострадало несколько животных. И вот опять беда. Как написала на своей странице в Facebook журналистка Марина Аксенова, минувшей ночью была отравлена ее собака порода Алабай по кличке Зара. Кто-то бросил кусок отравленного мяса через забор. Хозяев дома разбудил вой несчастного животного. Когда они вышли на улицу, увидели бьющуюся в конвульсиях Зару. Благодаря экстренной помощи врача-ветеринара собаку удалось спасти. Сейчас животное находится в клинике. Хозяйка собаки убеждена, что отраву разбросали жители близ лежащих высоток, которым мешает лазь собак. Литературная, парк юности, травят собак. Будьте осторожны. Вы слышали, как была вчера моя собака? Найдем тварей. Камеры работают. Пишет на своей странице в Facebook Марина Аксенова. Всеукраинское правсоюзное вече прошло в столице и регионах страны. Участники акции протестовали против нарушений прав работающих граждан в проекте нового трудового законодательства. Одесситы собрались на митинг у областной государственной администрации. Акции «Всеукраинское правсоюзное вече» – предупреждение центральной власти. Правсоюзные организации считают нормы нового трудового кодекса нарушением ряда с такой конституцией. Новый кодекс приводит рабство в действие на Украине. Они хотят лишить полностью прав и профсоюзы. Хотят изменить и внести закон о профессиональных союзах, изменения, дополнения. Хотят изменить целый ряд других законодательных актов. Если работник заболел, могут даже не спрашивать, болеет он или не болеет. Он отсутствует на работе, могут его уволить. Коллективный договор. Может быть, а может не быть. Согласно законопроекту, работодатель имеет право уволить работника по своему желанию без всяких оснований и выходного пособия. Отменяется государственная гарантия обеспечения уровня минимальной заработной платы не ниже прожиточного минимума. Вводится сверхурочная работа без ограничений и сокращения оплаты за нее в пять раз. Узакониваются трудовые отношения без указания продолжительности рабочего времени. При увольнении работник лишается права на профсоюзную защиту. Проект трудового кодекса принят Верховной Радой в первом чтении. Сейчас у депутатов еще остается возможность провести переговоры с представителями профсоюзов и внести поправки, охраняющие права работников от произвола работодателей. Это общее требование участников акции протеста по всей стране. Почему сегодня власть так ополчилась против движения рабочего класса профсоюзов? Рабочего класса, конечно, у нас поубавилось. Не посмели бы в последние времена вот такое выстраивать проекты таких законов, закидывать в Верховную Раду? Мы сегодня собрались на этой площади для того, чтобы сказать владе, виразить владе свой протест против того, что она не только не выполняет свои обязанности, 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 которые давала на выборах. Освитяни все памятают про 4 тысячи долларов, которые нам обещали. А наоборот, нас хотят избавить элементарного социального захиста. Уже стало такой жахливой традицией, что наши новые законы, которые принимаются, наши реформы, они есть синонимом сруйнувать, сократить, закрыть и так далее. Негативную оценку изменениям в трудовом законодательстве дали Международная конфедерация профсоюзов Исполнительный комитет Европейской конфедерации профсоюзов, Европейская федерация профсоюзов общественного обслуживания. В прошлом году 1 миллион украинцев выехали за границу на постоянное место жительства и работы. И это постоянно идет. Через несколько десятков лет украинцев не останется. Что здесь будет? Представители областной государственной администрации не вышли к участникам митинга. Через депутатов областного совета обращение профсоюзов передали губернатору. Александр Рябиноградов, Юрий Рух, телекомпания КРУХ. Состоялось закрытие традиционной выставки рисунков «Одесса глазами детей», которая уже на протяжении 4 лет проходит по инициативе основателя общественной платформы «Одесса-2020» Олега Михайлика. Организаторы и вдохновители мероприятия верны своим традициям заботы о детях. Выставка проходила в Театре Перуцкого. Ее посетители имели уникальную возможность окунуться в волшебный детский мир полный мечтами, яркими впечатлениями и радостью. Теперь же настало время торжественно вручить дипломы победителям и подарки участникам. «Каждый раз, когда мы получаем ваши рисунки, ребята, мы в таком восторге, потому что это очень красиво, очень современно и очень трогает нас, как взрослых, потому что вы видите мир совсем по-другому. Не так, как его видят взрослые. Вы видите в нем волшебство, какую-то тайну. Иногда даже просто каждый рисунок наталкивает на то, что ты не замечал в обычной жизни. И это очень здорово. Спасибо вам большое». На четвертой выставке детского рисунка было представлено рекордное количество работ. 128 картин от 112 маленьких талантливых художников. По окончании выставки выбрали 10 победителей. Подарил подарки детям инициатор проекта и основатель общественной платформы «Одесса-2020» Олег Михайлик. «Когда я учился в школе и задавали что-то нарисовать, чаще всего это заканчивалось поиском какого-то стекла, какой-то картинки и перерисовывание на свою страницу. Понятно, что чаще всего это обнаруживалось потом в школе и мало когда приносило хорошие оценки. Ну, так случилось, что у меня не оказалось видно таланта или меня никто как вас не научил рисовать. И поэтому я действительно завидую, что вы такие талантливые все». Все детки, которые были на закрытии выставки, получили призы, подарки и дипломы. В Одессе пройдут совместные учения Украины и организации Североатлантического договора НАТО. Нерешимая стойкость 2020. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины. 15 декабря вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и заместитель генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политической безопасности посол Бетина Каденбах окончательно согласовали в модальности проведения совместных учений по защите критической инфраструктуры в Черноморском регионе. Нерушимая устойчивость 2020. Учения состоятся с 5 по 9 октября этого года в Одессе. Участники из Украины и стран НАТО будут отрабатывать алгоритмы действий в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть в Черноморском регионе. В учениях примут участие более 200 специалистов. С украинской стороны представители более 20 ведомств. А со стороны НАТО в учениях будут представители центров передового опыта НАТО, в частности по энергобезопасности, кибербезопасности и морской безопасности. По результатам учений Высшая морская школа США оценит сильные и слабые стороны взаимодействия и даст детальный анализ и рекомендации в начале 2021 года. Также во время встречи вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба призвал НАТО начать рассмотрение заявки Украины на присоединение к программе расширенных возможностей. Не первый раз в полицию приходят ложные сообщения про заминирование зданий. Правоохранители задержали злоумышленника, который заминировал в Одессе заведение торговли. Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Одесской области. Сообщение об угрозе взрыва в магазине на проспекте Шевченко поступило в полицию 15 января. На объект были направлены следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и спасатели. После нескольких часов обследования никаких взрывных устройств и веществ специалисты не обнаружили. За несколько часов задержали 47-летнего Одессита, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина решил отомстить охранникам заведения, которые якобы не пускали его в магазин. Уже за несколько дней полицейский шевченко в отделе полиции выиграли и затримали 47-летнего Одессита. Наразі за фактом неоправдивого поведомления про загрозу безпеки громадян распочатано криминальное проведение. Предбачена частина 1 ст. 259 Криминального кодекса Украины. Содеянным подозреваемый признался. Правонарушителя поместили в изолятор временного содержания. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. Этой зимой в Одессе плюсовая температура. А поэтому многие теплолюбивые питомцы зоопарка в январе гуляют в открытых вольерах. А некоторые даже приносят потомство, увеличивая количество животных в зоопарке. Теплая зима в Одессе не дает уснуть теплолюбивым животным в зоопарке. Сонный медведь расхаживает по вольеру, зеленые мартышки выводят из домиков на воздух даже самых маленьких детенышей. Комфортно себя чувствуют в солнечные дни пеликаны, фламинго и зебры. А еще здесь родились три камерунских ягненка. Они стали первыми животными, родившимися в 2020 году в Одесском зоопарке. Ягнята чувствуют себя хорошо и находятся в сельском дворике с овцами и баранами. Директор зверинца Игорь Беляков говорит, что в конце февраля ожидается еще пополнение. Начнется бэби-бум с рождения кос, овец и муфлонов. В марте ожидается появление на свет верблюжат, лам, косулей, волков и самых разных птиц. Наш выпуск новостей подошел к концу. Дали информация синоптиков о погоде. А я напоминаю, что новости телекомпании Круг всегда доступны онлайн по адресу круг.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Всего доброго, до встречи в эфире. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей 17 января в Одессе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью 1,2, тепло днем 2,3 градуса тепла. Редактор субтитров А.Семкин